Можно посмотреть на то, соответствуют ли те люди, которые нас убеждают прекратить поминовение признаком раскольников, которые указывали святые отцы. Вот, например, святитель Киприан Карфагенский писал, что усилия раскольников начинаются обыкновенно с самоубождения, соединенного с надменным и гордым презрением к предстоятелю. Вот это прямо, прямо, точь-в-точь описание современных непоминающих. Вот их сколько мне уже в последние дни написали, ни один не называет патриархом патриархом. Хотя, казалось бы, даже если ты, предположим, считаешь, что он еретик и не считаешь его больше своим патриархом, но на основании чего ты лишаешь его сана, ведь ты же просто мирянина или монах, или даже, допустим, священник. А согласно канонам, только собор епископов может лишить сана, патриарха или архиерея. Так на основании чего тебя корежат и коробят назвать его патриархом? Ну нет, ни один из них. Просто действительно крутят людей от того, что патриарха и святейшего называют патриархом. Ну и кроме этого, не только указания сана, они не могут даже назвать его монашеского имени. Хотя, казалось бы, даже если, предположим, ты не считаешь его архиереем, а кто тебе дал право лишать его монашества, кто тебе дал право отрицать его монашество, они не могут даже назвать его Кириллом, его монашеским именем. Они называют его только по фамилии. Называют так, как называли советские атеистические чиновники. Представляете, какая ненависть и какое презрение. Это я даже сказал только о том, как они называют, как они еще определяют, как они говорят. А патриархи и об остальных, кто с патриархом, вы не видите гордого презрения, о котором говорит святитель Киприан в их словах. Если бы они действительно родили за церковь, если бы у них болело сердце за церковь, они бы, даже если бы не были согласны с патриархом и не считали бы его своим патриархом, они бы говорили с болью о том, что кто-то впал в ересь, допустим. А не с каким-то злорадством, смакующим самые гнусные обороты, которые можно там ожидать разве что от сатанистов. И также священномученик Ануфрий Курский тоже говорил примечательные вещи относительно поведения раскольников. Он писал, стоит только какой-либо общине выйти из церкви Божией, как она проникается бешеной ненавистью в отношении Христовой Церкви, в общении с которой члены этой общины состояли. Посмотрите, пожалуйста, на тех, кто вас убеждает прекратить поминовение. Посмотрите, как они пишут. Нет ли у них этой ненависти, нет ли у них этой остервенелости и этой истеричности в том, как они излагают свои мысли.